Димас вернулся, елбанасём. Здравствуйте, здравствуйте. Загар, красота и любовь. У него, кстати, грязный лоб. Я смотрел, он когда приехал... Это не из-за загара. Просто, бля, такой вонючий. Не мылся. Засранец. Сходи в туалетную банку. Так нету. Актуальный. Приколный. Короче, всё, на повестке дня одна и та же тема, блядь. И одно и то же обсуждение, но... Давай я предлагаю, короче, заменить имя коронавирус и дать ему имя. Пиздун. Ну, в Америке же дают имена всяким торнадо... Детям ебаным. Ну, помимо. Есть торнадо там всякое и даже... Катрин. Катрин, Тиффани. Тиффани, это вот как раз что-то гонорейное. Тиффани, блядь. Давайте Путин называть коронавирусом. Нет. Блядь, ей-богу, Путин уже заебал. Путин один и навсегда. Блядь, ну хуй знает. Кто-то там стучится. Сердечки мои. Немножко. Нет, там какое имя для коронавируса? Лох. Вот в России, блядь. Он такой, в России вроде есть, но его никто особо не видит. Еблан. Ну типа Анатолиев, что-то такое. Блядь, подождите, с дичоком общался, короче. Что-то про детские имена говорили. Она сказала. Детские имена. Бля, да, сейчас какая-то Генартида какая-то. Я говорю, и чё, типа нихуя себе, если дочку назвать Генартида? Как будто Гена? Ген, просто Ген, это мой Ген. Чувак приходит, типа доставка какая-нибудь, говорит, ребёнка. Слушай, Гена. Он думает, что это мальчик. Девочка выходит. Здравствуйте. Он такой, Алексей. Стыдно. Геннадий. Генардина. И он за прививкой попиздил сразу. Какое уёмничное имя нужно? Ну такое я говорю, то есть это коронавирус. Он же, он, то есть мужское имя. Какое мужское имя ебанное вообще среди? Марк. Ну такое, Марк, это Марк. Это модно. Елисей. Елисей. Ну такое уж, чтобы... Он же королевич Елисей. Чтобы ругаться было удобно. Типа Федька нахуй. Федя, бля. Фёдор. Федоснов. Федоснов. Всё, будем сегодня называть коронавируса Федосом. Федос, натуривно, моросилка. Фёдор вообще Шумихин создал конкретно. Федор Шумихин. Фёдор. Фёдор. Короче, давайте разберёмся, что происходит сейчас в данный момент в мире даже. Потом к стране. Потом к Юмению. Ну да, мы-то, блядь, разберёмся нахуй. Что на самом деле происходит? Вообще это жёсткая инфопатия. Как ты назвал, да? Инфодемия. Инфодемия инфопатия, бля. Инфодемия, да. Фёдор. Я придумал умное само слово, блядь. Советнама привёз. Да. Я говорю, ты придумал слово, ещё обиделся, что я его неправильно А ты как сказал? Я не придумал. Инфопатия, я сказал. Инфопатия? Это болезнь информации. Ну типа боишься информации. Да. Я смотрю телевизор и думал, ой, ой, не надо там серьёзно. Да, да, да. Вот так и происходит. Короче, вот эта инфодемия вступит гораздо страшнее, чем сам вирус. Вот я недавно слышал новость о том, что 79-летняя женщина умерла от коронавируса. Но потом в новостях, как показало вскрытие, это был оторвавшийся тромб. Вот. Ну типа. А потом, как оказалось, она ёбнула с девятого этажа. Она просто решила оторваться напоследок. Пиздец. Или тромб. Для ебая беспорядочно трогаю лицо. Да? Да. Ну это говорит о том, что ты... Что мне похуй на фиге. Хорош с собой. Заебал ты, сука. Короче. Знаете, что хочу? Знаете, что хочу? Вот чтобы кто-то... Ну, многие говорят, типа, бля, не бойтесь коронавируса там, туда-сюда. Приходите к нам там, в клуб там. И чтобы пришли люди и все сдохли, нахуй. Где-то самый прикол. Зовут же люди, типа, ну, кто в инстаграме пишет смэпщики. Ты приходишь, а их, сука, там нет. Да. Там только бармены коляны. А они на удаленке, сука. Да. Давай, приходи сдохнуть к нам. Нет, пиздец. Ну, в какой-то кафешке можно сдохнуть и без фени, короче. Сто процентов. Ну, конечно. Сто процентов. Такую хуйню кормят иногда. Да, нет. Это всё до боевизма. Потому что никто не говорит, сколько умирать от клипа людей каждый год. Много. Больше, да? Больше. А сейчас вот коронавирус, это больше время информационная какая-то война. То есть, типа, я слишком, может быть, сильно скажу, но, типа, третья мировая война, она вот так вот и должна выглядеть. Когда все друг от друга закрылись, а людей не выпускают из дома. Ну, по сути, если сравнить с войной, типа, похоже на что? В целом. Ну, то они сами себя не выпускают из дома, но его, нахуй, ракеты сверху Ну, вот. А тут, типа, люди просто говорят, ну, загрызть. Не надо никаких ракет, никакого оружия, никаких войск, нахуй. А что за война? Ну, любая война. Вторая мировая, вспомни, Первая мировая война. Ну, как сейчас-то. Все. А сейчас самое главное оружие, самый главный вирус, это информация. Даже мы сейчас, типа, сидим и общаемся. Информация. Ну, вот, недавно я где-то видел вчера видос, Билл Гейтс, в 2015 году сказал, что, типа, хуёво будет не война, типа, люди, ну, там, раздыхают от эпидемии. От эпидемии. Ну, это не эпидемия, это залупень какая-то. Ну, вот, в этом ты эпидемия. То есть, на мой взгляд, нет именно, как такового вируса, главной эпидемии, это то, что люди так себя ведут. Разнесли, да. То есть, по сути, как в фильмах показывают вирус, люди становятся зомби. Ага. Брррр, мозги. Да. Блядь, где мои мозги? Вот. Ну, это метафора, типа. Да. Ну, типа, вот метафора. Они и так, в принципе, люди зомби. Становятся зомби, начинают пугаться всего, закрываются друг от друга, скупаются в магазинах. Хотя это тоже больше фейковая, скорее всего, сейчас информация по поводу. А кто войну ведет? А кто войну ведет, это уже вопрос. Люди, которые... Ну, кто-то же, кому-то это интересно. Ну, да. Вообще, я слышал такую версию, что, типа, Китай просто для себя чисто вирус запустил, чтобы обвалились акции, чтобы они купили все заебиси. А потом нечаянно эта хуйня... А, он закрывает все, все массовые мероприятия до какого числа, примерно? До начала апреля. До начала апреля. Ну, говорят, что он, типа, пророчит на апрель пик эпидемии. Ну, да, пик, потому что в пик апреля у нас, блядь, выборы проходят. Голосование. Почему у апреля есть масть? О-о-о, интересно. Роман. Интересно. Меня очко обычно губит. А когда мы его туалетной бумагой подтирали? Академости с родителями школы. Нет, про туалетку. Ну, говорят же, типа, делают из туалетной бумаги марлевые повязки. А, для этого ее скупают? Ну, да, да, да. Ну, это кто-то адекватный, ну, кто-то, типа, говорит, блядь, не будет масок, буду делать из туалетной бумаги маски. Ну, он снял это, показал, типа, а все люди, бля, беру туалетную бумагу, ну, нахуй, возьму-ка тоже 15 тысяч упаковок. Так, вот эта, блядь, информационная, вот до этого был кризис, когда какой-то у нас, блядь, очень много, блядь. И все же там скупали вот этот сахар, блядь, гречку, нахуй, типа, пиздец. Гречку, соль да по пять телевизоров. Такая шутка. Такая из-за видео наша. Чтобы обклеить, типа, чтобы обставить себя по периметру и ворчать на Ироду Зиналову. Не, охуенно, если ты даже не пять, а три телевизора, ты включаешь первый канал, второй канал... И Бач-ТВ. И еще где-то у нас какая-то хуйня, по НТВ, блядь, это было. НТВ, еще и с Россия 24. Вот, блядь, и ты все, вот так сел, и потом умер от того, что у тебя пена из-за тебя, блядь. У меня из-за ваших телевизоров в голове, короче, как будто это, это типы, которые разрушители мифов. Я все время, оказывается, каждый день о них думаю. Мне кажется, они почему сейчас не идут, потому что они в один момент подумали, реально ли умереть от цифрового излучения, типа, от излучения телеков. А они вот так телеки поставили и до сих пор сидят, пытаются. Ждут, ждут. И сегодня снилась хуйня, отвечает. Короче, я как будто бы, я Адам Сэндлер. Меня воткнули в живот какой-то этот, типа, я говорю, давайте, наливайте, короче, мне. Какую-то хуйню, какой-то типа, ну, какой-то химический яд наливали. Мне во рту лед образовался, я его вытаскиваю, просто лед вот так вытаскиваю. Скажите, типа, шарит кто-нибудь во снах? Че это? Я такой проснулся, думаю, блядь, честное хуйня. Я Адам Сэндлер. Оп. Пиздец. И вот, ну, хуй пойми, ну, надо собрать. На самом деле, вдруг, надо вспомнить фильм Адама Сэндлера. Да. Самый популярный. Ну-ка. Счастливчик Геомор. Счастливчик Геомор, да. Или Водонос. Водонос, классный фильм. Водонос, водонос. И ты, короче, вода... Логично все, ты водонос, но ты выпускаешь лед. Типа, подморозили тебя водоносы, короче. И ты не можешь найти работу. Четко делать свою работу. Прикинь. Нет, нет, хуйня. Водичка. Мне мамка еще говорила, что талая вода очень полезна. Сразу лед. Я не просто водонос. Талая вода? Полезна. Ну, которая растаяла. Ага. Я лед доставал. Стаканчики. Она растаяла. Такой. Кушайте. Пей. Будет счастливы. Все хорошо. Нет, можно на невестико. И ты сразу... Ну это жесткое дело. Я вообще... Причем я во сне понимал, что это сон. И думаю, что за хуйня. Кстати, часто. В последние разы то, что вижу сны. Всегда почти что понимаю, что это сон, короче. Бля, у меня только что... Я вспомнил. У меня было, блядь, пророчество на нынешнее. Только там чуть-чуть... А то человек, во Вьетнаме сплю. Ага. Война. И там флешбеки из Вьетнама. Нет, короче. Меня батя разбудил. Я такой проснулся. И опять уснул. Мне кажется, что я, ну, типа, в реале общаюсь с ним. Он мне говорит, сегодня берем одну порцию риса на моих. Я говорю, а ты что? Тоже знаешь про то, что в стране хуёвая ситуация с рисом? Вот такую прикинь хуйню. А потом просыпаюсь. Я говорю, слушай, ты мне чем правее спрашиваешь? Он такой говорит, нет. И хитно улыбается. Нет. Одно и единственное. Хуй знает. Один раз видел сонник в своей жизни. Это во-первых. И, короче, хуй знает как. Я просто подумал, сонник. А чё я помню, что мне снилось? Задумался, понял. Медведи. Ну, реально. Класс, там, девятый, уже там, восьмой. И этот. Открываю медведя, типа, всё, встретится противник, там, туда и сюда. Я помню, и в этот день меня отпиздили. Ну, хорошо. Медведи. Сонник. 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 Сонник по Фрейгер. Пиздец. Просто кто даже их пишет, блядь. Сонник по фаланге, че. Кто так ищешь? И люди же, они же читают, типа, расшифровывку сна, которые им лучше, блядь. Потому что ты смотришь сонник Шиллера, типа, приснулись, приснулись, блядь, приснулись, блядь. Приснились собаки, типа, к бедности, к врагам, блядь, и к смерти близко. Бля, бля, а кто там ванна говорит? Ванна говорит, к счастью, удачи. Вот, вот, заебись. Вот это заебись мне приятно. Сонник, там, сонник, похожий шкарбонар. О, вообще, пиздапа. Ну, вот видишь, я один единственный раз сталкивался, и все, верно. Это ты привлек? Как? Ну, ты увидел, что, типа... Я увидел сонник, я вспомнил сон, я вспомнил события, я взял сонник, посмотрел. И сразу отпиздили в этот день? Ну, меня отпиздили уже, я уже это прошел, там, грубо говоря. А, типа... Я почему-то запомнил сон с этого дня, грубо говоря. Тебе приснилось? Да. Тебя отпиздили, и ты потом такой, блядь, да? Ну, через месяц там... Да, ищешь, смотришь, книжка по самообороне, да? А это на Юрке сонник. Смотришь, отпиздят. Сука, блядь. Блядь, мы не знаем, откуда мы взялись. Как? Никто не знает. Ну, как, люди появились. А, люди появились? Никто не знает. Я, короче, тут размышлял, как, короче, как сейчас люди размножаются. А, это я знаю. Ну, ладно. Это, по сути же, из жидкости. Типа, ты появился из жидкости. Типа, тясткости из спермы. Да. И, типа, со временем наш организм так эволюционировал, что, типа, вот, ты назад-назад окручиваешься, вспоминаешь просто эти микроорганизмы, которые... Да, одна, одна небольшая загвозточка. Так. Да. Это теория ебучая эволюции. Да. Ну, а их, блядь, сколько? А вы не задумывались, вот, типа, ты из спермы, типа, это жидкость, и кто-то, типа, в человека превращается, а кто-то так же кончой остается. Хотя, да, он эмоционировал. Да непонятно, вот, теория эволюции. А почему это сейчас мы, типа, остановились? Да, да, да. Ну, что дальше? Конечно. Мне кажется, не остановились. Развивались. Ну, типа, мы уже развиваемся. Только сейчас... Ну, блядь, не знаю, допустим, вейп создали. Айкос. Охуенно. Люди, блядь, 15 тысяч лет назад построили пирамиду. Ага. А сейчас, блядь... Айкос. Китайцы развиваются. Блядь, я сейчас все расскажу. Они за неделю построили, нахуй, больницу, а у нас, блядь, больницу, ну, не построили же. Ни в одну, нахуй, блядь, в России. Это, короче, смотри, по поводу развития такового, ты говоришь, мы сейчас говорим про физические развития, типа, почему в основном это не надо. А по поводу нашего развития в плане цивилизации, вот допустим, пример, в Библии есть про Вавилонскую башню. Ну, ну, ну. Там же написано, что люди строили башню, и есть факт, но реально про эту башню, о том, что люди по охуенным строительным технологиям все это строили, что типа, а потом эти технологии, пиздец, через сотню лет повторились. И типа, в какой-то момент по Библии, типа, Господь, от слова Господин, на секунду. Ну да. Господин Бог. Господин Бог. Сменил, типа, всем языки, после чего люди перестали друг друга понимать. И эту башню достроили. После чего башню нахуй разрушили. Ее рушили, кстати, дважды. Вот. И причем вторую возвели в память об этой, ее тоже нахуй разнесли. Это не просто так. Ну, блядь, нихуя не разнесли эту башню разнесли. Чтобы, ну, типа, технологии не развивались. Чтобы народ, типа, не был таким охуенно умным, иначе бы они обо всем догадались. Да ты охуенно. Ты сначала про теорию эволюции. Вот. Это про цивилизацию. А про физические, ну, вот я не знаю. Мне-то кажется, что это не так быстро. Как должно быть. Типа, когда у нас, блядь, вырастут когти, блядь, как у нас там ахи, и корыли, блядь, да? Ты про это, ты про это. Ну, а куда, вот во что мы превратимся дальше? Если мы из обезьян, например, да, превратимся? Не, не обезьян. Почему обезьяны не, блядь, не революционировали? Вот они как были, блядь, шимпанзе, нахуй. Да. У них-то поколение нормально, быстренько сменяется. Пока мы даже живем. Ну, учиться шоу и раку нормально надо. Обезьянам? Обезьянам, да. Ну, чё, они же, блядь, учатся с девятого класса, ходят нам. И на 95 баллов едой пишут. Потом ебашат куда-то, блядь, пойду работать нахуй. Это не про дагестанцев шутка была, что дагестанцы на 100 баллов себе сдают. Вот. Чтобы там не было возник. Вот. Мы никому против не имеем, блядь, ебору, но эти татары заебали. Давайте, раз у нас появилась такая теория о том, что как человек появился из жидкости, там эволюционировал с маленькой хуйней, потом еще делился. Давайте, раз у нас в тупик прошла, сейчас это такая теория, может быть, новую придумаем. Давайте. Мы просто поразмышляем. Ну, типа, вот пирамиды, вот эти, майя, там, туда-сюда. Когда-то же были технологии, не было вот этого электричества, всего, но технологии были пиздец мощь. Я верю в одну хуйню. В космонар, в 9 мая. Инопланетяне. Не в эту. Инопланетяне. Да сто мудрою. Вот, вот я про это тебе говорю. Типа, есть, короче, какие-то, инопланетяне, там, расы, которые развились давным пиздец в дно. И, типа, ну, батя мне такой предлагает такую теорию о том, что наше тайное правительство разрешает им пожить у нас на земле, чтобы изучать нас, а они там нет технологий, короче, закидывают. Потому что, ну вот, возьмите то, что за 20 лет изменилось, с 2000 года, просто, блядь, вот этот ряд технологий. Сначала мы с кнопочным телефоном двигались, бах-бах-бах-бах, охуя. Че щас у нас этих технологий есть? Пиздец. Ну, че, просто, типа, на каком-то... Яйца резку, блядь, придумали, только в нашей, блядь. Ёблище. С возознательным уровнем, типа, вкинули. Вот эту тему вкидываешь, кому-то выбирают, типа, давай, Стив Джобс, нахуй, давай, будешь ты, блядь. Илон Маск, нахуй. Да. А, блядь, мне кажется, вот кто радио все селил? Попов, да? Ну, там все. Попов, Морконни. Ну, да, Пропов, короче, просто там, инопланетная рация такая, symmetrical дала, б**ть, все запчасти нормально делали, делали б**�. Б***. Е-е-е. е-е. Лип-зинетская. Вот, а потом всё равно подсказали. Хотя б ты. Не просто целиком подаали. на б**ть и потом всем сражили, б**ть. Ну вот, типа талант уже бывает, вот бывают талантливые дети, у нихуя неталантливых родителей, которые, б**ть. А всё! Не Got it! А кто? Е-бай, родила, что ли? Я просто ушно-то вообще не могу тогда. Тут, наверное, просто, как, ну, интересно тоже хуя, но мы сейчас отвлекемся до этих теорий про планетяна. И на планетяне стопудово, вообще, недавно тоже, типа, про Бога говорили, что-то, я вот тоже где-то услышал, типа, нихуя себе, как люди, вот, типа, там, ну, люди, которые религиозные, нихуя они охуели, потому что, типа, думают, что Бог, типа, следит за землянами, типа, ебать, а вы вас за космос вообще видели, или что там, пиздец, что там, нахуй, да хуи еще, земель всяких, ну, планет, звезд, типа, Бог такой, ну, все, не надо мне, я хочу вот там вот, где, блядь, люди убивают друг друга, и кушают чипсы, блядь. Подтверждение твоей теории, самый охуенный сериал, это чудотворцы, обязательно посмотрите первый сезон, там рассказывается про, что есть, типа, Бог, ну, вот он за землей сидит, короче, есть небесный канцеляр, там куча всяких отделов, и, помимо него, он, типа, в семье младший, и там есть, у него родители, которые даже не ебут про эту землю, они им просто, типа, бабки давали на его проекты, а есть там, типа, у его семьи еще пизжи, типа, дети, которые там, у меня, говорят, вот, два миллиона, моя родственница живет два миллиона уже лет без войны, там, типа, такая, а у него родители спрашивают, блядь, типа, расскажи, блядь, кто такая корова, он такой, ну, корова это собака, с которой можно пить, Он такой, собака, ну собака это, блядь, корот, с которой можно дружить. Ну вот посмотрите этот сериал, там всего что-то там 10 серий, и серии по 20 минут идут. Да вот по этому поводу интересно. Мне кажется, Бог, типа, ну вот если, например, в Библию смотреть, что-то он по своему подобию сделает, по образу и подобию человека слепил, это же тоже могут быть какие-то космонавтики, ну или инопланетяне, их же тоже показывают, что они типа похожи на нас, что-то побольше там туда-сюда, что они могли нас закинуть же просто сюда. Вот типа, живите здесь дичи. И все, и мы начали тратить. Ну или не закинуть, про то, что я тебе рассказывал, допустим, на этой планете началось развитие организмов, они начали и уценировать, и уценировать, и потом такие, о, блядь, мы нашли новую жизнь, давайте, блядь, ее развивайтесь. Да, да, вообще вся история это ходит. Как муравийная ферма, она. Может, смотрите, по-простому, короче. Вот мы можем что-нибудь заразить грибочком, допустим, и ждать, как он разрастется. Вот, и единственная цель у грибочка... Допустим, ступни. Грибочка просто разрастись. Да. А у нас более сложно это все, типа. У нас цель пока не ясна. И, ну, мы, типа, так и, как этот грибочек подселенный куда-то, разрастается, он просто... Мы для него обозначили цель, и мы понимаем, все, он разросся, забираем. Мы тоже какая-то такая вот субстанция, грубо говоря, если брать с колокольни высшего разума, мы для него такая же субстанция, которую он подсадил и ждет, допустим. История, пацаны, все хуйня, все переписывают историю. Конечно, они просто говорят, это же, блядь, все поговорки, это же, блядь, послание. Историю пишет победитель. Да, даже историю Хантамансийского округа. Конечно, в первую очередь, блядь. Да, победитель Межевартовского района. Комарова, да? Комарова, да? Нет, Филипенко был до этого. Александр Филипенко был до Комарова. Комарова это чисто кровосос, ебаный. Это не про дагестанцев. Короче, вот, вернемся к инопланетной расе. Мне кажется, что... А как просто, я вот задумал, так охуенно все, типа в мире, все. Вот без людей было бы вообще все пиздато, согласитесь, на земле. Все бы жили, кто-то кого-то схавал бы-то, а? Да, охуенно было. А мы красивые. А почему мы без людей? Блядь, все люди делают только на уничтожение природы. Вот мы ни хуя не... Ничего мы не делаем. Мы конкретно все щимим, щимим, щимим. Вот в этом, наверное, и зависит, типа, вот эта самая эволюция. То есть, допустим, если физически мы добились каких-то там, блядь, 60%, да? Ну, блядь, даже в меньшинах. Про то же, сколько процентов наш мозг работает вообще хуйня. Типа, а именно эволюция вот здесь, и про то, что ты говоришь, что мы начали уничтожать там все вокруг, что было создано. Вот это и есть, мне кажется, такой глобальный переворот. И об этом надо думать. И еще, блядь, я хуел от одной мысли, короче, о том, что земля... Это очень глупая и очень умная мысль. О том, что земля, они становятся тяжелее от построек, потому что все материалы и так были на нее. Да, да, да. Да, ну все равно синтезируется же, что ли? Ну, вот, ну сейчас. Ну, создается пластик, да, допустим? Ну, во-первых, земля каждый год становится тяжелее, потому что из-за космического мусора. Да. Из-за космического? Пыль. Жила Андромеда, седьмой отдел. Да, да, да. Куда вещи? Ну, да, блядь, я столько жора, блядь. Поплынить космические мусора, блядь. Есть космическая мусорка еще. И там стоит, короче... Даже там, нахуй, не разделяем. Да, да, а еще рядышком стоит космический диван, космическая дверь, блядь. Потому что, вот какого хуя диван? И, блядь, все космическое там, а космические долбоебы на Земле почему-то. И косметички. Не, прикольно, что нас зависит. Космотички. Инопланетяне закинуть, типа, кайфуйте, вот, все есть, вот реально, блядь, вот, без технологий, все кайфно, блядь, все есть, нахуй, на Земле, блядь. Сиди кайфуй, делай, что по кайфу тебе. Нет, блядь. Вот как, ну, типа, взять аналогию с Библией, о, блядь, яблоко, это нельзя. Захуярю яблоко. Ну, тогда будете его, блядь, болеть говном всяким и все. Вся проблема, вот, вот сейчас ты говоришь про людей, потому что, я сейчас думаю, потому что вся проблема, когда появилось понятие слова власти, власть тогда, блядь, ну, власть реально портит все нахуй. Человек, один человек может, блядь, какой-то, блядь, даже не губернатор, блядь, а в племени, вождь, может просто изменить правила, блядь, его в племени, потому что он, блядь, так считает. Да. Я даже не говорю, блядь, про то, что сейчас творится, а вообще в целом, окунаясь в тот момент, когда, блядь, люди начали как-то вот более-менее оттолкнуть. Все равно есть вожак у каждой стаи. И, блядь, он вкидывает какую-то хуйню, которую он, а он, блядь, не образован, потому что, блядь, он просто, блядь, я так хочу, он говорит, блядь, и люди, соответственно, из-за этого, и он имеет какие-то, собственно говоря, блага, которыми, блядь, пользуются. Да, которые зарабатывают за счет людей. Вот, в какой-то момент вот это появилось, не было же всегда такого, блядь. Ну, типа, как и воины, нахуй. Война же не между странами идет, между политиками отдельными. Просто как Гитлер говорит, за хуя... Ну, там, как группа людей, в лице одного, грубо говоря, Гитлер захотел, не вся же Германия, им нахуй кого-то убивать. Они жили, не тужили до 30 какого-то там года. Гитлер пришел, блядь, все, евреи охуйня, всех щемим, нахуй, всех убьем, и все такие, давай, давай, блядь, Конечно, хули, нет. Ну, и планы же. И все, и пошли воевать. Ну, вот смотри, войны же всегда в целом были. А сейчас война, сейчас идут какие-то военные действия, но ни одна война не проходит там, где нет нефти. То есть, где нефти нет, там войны нет. На данный момент, период времени. Вот так, если рассмотреть. Вот, где, блядь, у нас, в какой стране нет нефти? Где войны идут? Нет, где, просто в какой стране нет нефти, к примеру. В Сингапур. Есть война там? Нет. Еще, блядь, пока нет. Ну, там сложно воевать как-то, блядь. Ну, как сложно, блядь? Америка, да, нет войны. Ну, она сзади, сзади типа... Вот, блядь, пора как раз и поглотить ее в большинстве случаев. Как ты, блядь, сейчас, блядь, ебанет нахуй какая-нибудь, Саудовская Аравия вот такая, ну, тоже, у которой есть нефть. Ну, там даже не война, не понятки какие-то просто. Чаще всего, там, битва за власть, там, туда, ожесточение. Хорошо, просто я к чему веду, к причинам? Война там, где нет этого, получается, ядерного оружия, нет? Нет, война... В Иране есть. Не проходит война там, где нет нефти. Да, где нет нефти, там сейчас война не проходит. Хорошо, давайте, когда нефть нашли, вообще, в целом, и начали использовать ее как ресурс. В годах, там, блядь, ну, в девятьсотых уже, да, грубо говоря? Нет, раньше, Рокфеллер когда был? В 1800-1700 какой-то был? Нет, 1800 точно. Первый Рокфеллер, который, он же на нефти поднялся. Хорошо. В 1800-12 год, война, когда Наполеон захватывал мир. Из-за чего он захватывал мир? Из-за территории? Да, конечно. До него какая крупная? Ну, все, все там дальше... До хуя войн было. Ну, понятно, все дальше из-за захвата территории. Соответственно, и сейчас, как бы, ну, территории в целом разделены, но сейчас воюют за территорию, где есть ресурсы. Ну, соответственно, просто всегда все бьются за ресурсы. Да нет, сейчас, типа, сейчас на хуя за ресурсы, блин, сейчас, ну, вот, например, взять там Сирию, ну, вообще, вот этот восточный регион, там нефти до хуя. И все вот эти колебания, они жестко на цену на нефть влияют. Потому что цена на нефть, это сейчас, ну, нефть вообще, главный ресурс в мире. Ага, вот и все. Мировая валюта. Да, из-за этого и кризис, и все люди, и это беднее. Ну, и вот. Но это все усложнено же. Это все человеческое. На хуя это надо, да? Это все человеческое. Вот, блядь, есть чувак, который зарабатывает на нефти, в общем-то, и он контролирует все это. Да. Ну, допустим, не говорю, абстракт на один, да, какой-то человек. Нет же такого, что, блядь, весь народ у нас, на хуя, блядь, нам мало нефти, идем воевать, на хуя, на другую, нет такого. Мне вообще похуй на нефти. Ну, блядь, всем похуй, поверю. Да, не было бы нефти, мне бы вообще на нефти. Вообще всем похуй. Денег бы тогда не было. С хуя им. Ну, а как люди, блядь, деньги-то тут у нас в России нет. Ну, без нефти же все есть. Нету. Главные, блядь, деньги из страны, на хуя, из нефти. Ну, надо, можно и без нефти все делать. В других странах же тоже можно делать. Ну, надо что-то продавать, надо что-то делать, блядь. Ну, только у нас ни хуя нет. Ну, толпы, ебы уж ли не развивали. Ну, в Тюмень же, блядь. Вот видите, вот видите, а вот были бы сейчас инопланетяне, и мне бы сказали, блядь, как вы узко мыслите, ну, вообще пиздец. Чем вам, блядь, зарабатывают? Вам, блядь, нужно вместе структуроваться и развивать мир. Мы вас, блядь, мы вас посадили просто, чтобы вы увеличились, встали вот так вот на колени, блядь, из огромной пирамидки до космоса. Вы что, до сих пор не додумались? Да, блядь. Бог, да, у нас же страна, типа, ну, она якобы светская, но мы пиздец православный. Бог придумал коноплю, кокаин, ну, типа, листья коки, там, вот эти, блядь, ДМТС чего делать, айвазка, вот эту всю хуйню, грибы. Он это дал нам. Натить, блядь, хавайте, хавайте, ебаный рот. Станьте умными, блядь. А, станьте умными. Четко у нас будет, нет, мы ебланы, нахуй. Запретить, блядь, запретить. И тут же пиздует в церковь. Ну, блядь, не долбоеба. Не, сейчас по поводу церкви уйдет, что в церкви не закрыли же там. Там нет вируса. Ну, сказали, что, типа, нет ничего сильнее божьей, вот там. Залупы это все, ебаный. Какого хрена? А если еще мощи привезли? Да, и все целуют вот так подряд, нахуй. А кто их целует? В основном люди, которые косяки. Это не развивается. Конечно. Ну, а как, братан, блядь, бизнес нахуй должен идти? Ну, конечно. Нихуя себе. Нет, ну, блядь, всегда было... Почему? Интересный момент, блядь, если вы смотрели фильм «Королева Бензаколонки», там охуеть там в этой сцене, вот там боился поп в одном фильме, и за эту сцену, там, пятиминутную, она даже могла не появиться в этом фильме. Там четыре-пять раз обосрали просто, ну, эту хрест... Ну, вообще, в целом, веру, религию. Просто четыре, блядь, обсеры подряд. Ну, потому что в нас в то время было против, типа, а? Вот, блядь. И... Потому что тогда, братан, главный был человек. Вот и все. Один человек, конечно, но не... Ну, как бы, по сути, вся суть, что главный человек. Не только этого считается, что какой-то один привластен. А вообще, не думали, что у нас пиздула в стране? Ну, все время было. Потому что мы на кого-то скидываем, типа, сейчас, типа, Путин, главный у нас и религию. Ну, и за религией, да хуя проблем вообще. Ну, и изначально вера не только в высшую, а в кого-то, да? Вера во что-то, что тебе поможет, что ты нихуя не сам будешь решать проблемы, а кто-то за тебя, блядь. Я сейчас поставлю свечку, приду, а у меня куча денег дома. Нихуя так не будет. Не знаю, чисто ли это человеческий фактор и исключительно ментальность для России. Короче, есть басни про двух лягушек у Крылова. Про то, что у них, они там... Короче, суть такая, им вообще ни один правитель не подошел. У лягушки и жили. И, короче, я дословно просто не скажу, смысл. Просто там, этот слишком мягкий, этот слишком злой, этот, блядь, ни рыба, ни мясо. Да, это вот та басня, где две лягушки подходят к лисе, и лягушка говорит, вот, подели пополам правителя, лиса говорит. Нет, не так, не так, не надо. Нет, конечно. Короче, знаешь, что я за басню рассказал? Басню в басне. Про медвежат, которые делили, что-то там к лисе подошли, там попросили поделить. Она типа, тот говорит, левый кусочек больше, тот говорит, нет, правый кусочек больше. Та говорит, ну какой, левый, типа, откусывает левый, типа, ну какой, типа, теперь ровно, а теперь правый. Ну какой, типа, больше теперь? Ну левый теперь. Все, и все, она все сожрала, и медведи... А-а-а! И отбили тебя. Лиса! Не пошли ровни, не пошли ровни. Вот тупые. Короче, вот, про то, что не подойдет народу нашему, никакой правитель. Даже береты. Да. Ну не красиво будет на русских ебанях. Да нет, у нас, у нас эта мысль просто укоренилась, что тебе говорят, кроме Путина никто там, никто не знает, да все хуйня, нормальные люди живут, все, живите нормально. Это не главный вопрос. Главное нам сейчас выявить модель поведения для людей прибыльную. Дай совет. Самое главное для этой модели, которая мешает, и вот сейчас есть некоторые организации, которые, ну какой-то нашли АПЕ в связи управления, а есть, которые остались при одном и том же. Это Халоп и Барин. Барин. Зачастую так у нас вообще все страны. Барин и Халоп. Никто не спорит с начальством, потому что боятся, что их, блядь, либо уволят, либо выстегнут. Ну смотри, нефти не будет, не будет денег у нас. Ни у кого не будет денег здесь. А пока, давай представим, что ее не было. Не было, то надо было как-то развиваться по-другому. Ну как развивались без нефти? Было другое, было чугун. У нас. У всех. Ну в России. Ну чугун тоже хуёвый. Ну типа просто какое-то, ты создать, нефть это просто один из тех результатов. Ну братан, додопиться, ёбаный. Который. Взять додопиться у нас. Ну блядь, додопиться. Не будет нефти, не будет додопиться. Да, схуяли он. Так как? В Нигерии, блядь, у него тут написано. Ну все, в Нигерии останется. Ну и дохуя страны у него. Да суть-то не закончится, нет, найду другую, блядь, между мировую, блядь, ценность, которая будет работать. Нет, для России, для русских. Просто доля капитала, которая покоит от нефти, она скажем, меньше, меньше. Да, а у нас тут пиздец, основная доля капитала. У нас все построено на это. Да, и че вот, типа, а че мы можем вот продавать-то? Мы должны продавать что-то в мир. Я не знаю, но надо, короче, Чичваркина позвать. Он все знает. Ну да, да. Он не бай шарит, чувак, он вообще за, блядь, давайте его отметим, может, он на сфере. Пусть, да, просто сами в прямом эфире пиздец. Он охуенно умный чувак, в общем, он все знает, он говорит, год-два, блядь, приходи к нам на пулу сделаю. В натуре они же знают, блядь, ну вот они же пиздец шарят, они блядь сидят за этой хуйней, изучают, там, блядь. Ну он просто умный чувак, он, блядь, вот истории там про свитера, про все тему, он просто знает, но у нас блядь, просто это, типа, просто, ну, у нас, блядь, в стране управляют мусора, но это не самые близкие люди, я вам так скажу. Ну, типа. Да, может быть, это на самом деле так создается еще видимость, блядь, ну, чтобы мы, просто, я еще знаешь, о чем думаю? То, о чем мы, блядь, охуенно разбираемся, мы в этот момент ошибаемся, мне кажется. Ну, как мы? Ну, потому что, никогда, вот, какой-то, не то, чтобы тайная, то есть, оно понятно, что становится явным, но когда, вот, на роду, все понятно, блядь, это все менты везде всем управляют, это все коррупция, вот, значит, в этот момент сделано все, что мы так думали. Я думаю так. Да, то есть, все делается по-другому же, по телевизору всех, блядь, половина людей в стране, они реально верят тому, что идет по телевизору, это же не зря так говорят. Ну, а вторая половина верит только тому, что показывается по их ютубе. Ну, они верят это, типа, есть, ну, это все равно вера в людей. Ну, понятно, так и то, и то, просто. Какой-то чувак сказал, я не хочу верить, я хочу знать. Вот, я не верю, я знаю в то, что, ну, типа, я могу срастить какие-то эти штуки, вот, я только с этим Федя не понимаю, типа, почему так, нахуй, произошло. А, блядь. К примеру, я тебе объясню, короче, это, опять же, века информации, потому что весь мир сидит в социальных сетях, все, даже взрослые поколения. Короче, мы раздували, что, допустим, у меня была красная пола Лакоста, и, типа, если мы сейчас раздуем о том, что пола фирмы Лакоста, короче, прожигают кожу, типа, я там сниму видео, короче, о том, что вот ожоги, блядь, у меня, вот, блядь, жена моя носила, еще пару таких примеров, и никто, блядь, не будет покупать Лакоста. Будут другие пола брать, а Лакоста, что, крокодил, да, мы знаем этот бренд, почему это. Короче, вот, говорю про то, что это, на самом деле, маленькие живые крокодильчики были, их вот так, если ниточки развести, там, маленькие крокодильчики, типа, ебать, если бы, типа, маленьких крокодильчиков туда не вшивали, они бы жили, они бы террористов бы съели, вот так вот, типа, ебать, и террористы из Лакоста, покиньте. Ну, в общем, вот такую теорию, ты сейчас раздушь, но он прожигает кожу, блядь. Да. Ну, и, блядь, и вот то же самое здесь, только... Блядь, в январе верили, что, блядь, коронавирус, только азиатов хавают. Все же верили. Ну, да. Изначально, ну, еблана. Да пиздец. Звук тупые, блядь. И, как и сейчас происходит то же самое, то есть, постоянно, если ты вообще везде об этом слушаешь, ты один хуёбнешься, и будешь говорить, что, блядь, натуре он есть. И, блядь, ну, может он есть, нахуй, но, блядь, ты его как-то там говорил, что умрешь ты от меня, ну, блядь, что-то так случилось. Да, естественный отбор. А, блядь, как правило, как сейчас в России, типа, насколько я знаю, коронавирус. Ты пришел к врачу, тебя там нашли подозрение на коронавирус, и тебя надевают в этот костюм, я не забыл, чумовой, блядь, ну, короче, весь, и везут в специализированный центр. Но, блядь, ты до этого ехал в общественном транспорте, или дома еще, да, со своим посидел, плюс зараженка. Потом в общественном транспорте доехал, посидел в очереди, в общих поликлипедиях, пришел к врачам, и пока еще выходил, блядь, ну, вот тебе и столько еще заражено. Короче, по сути, вот, в любой хуйне, в любой проблеме, кто должен победить, вот, когда у всех проблемы, типа... Ну, смотри, есть, вот, допустим, развитые страны, есть развивающиеся, есть остальные. Ну, вот, ну, грубо говоря, мы отсталые, но, блядь, типа, официально, грубо говоря, развивающиеся. Телевизор мы уже в первой категории, лучше, когда американцы учились. Я слышу каждый день. И Европа вся загнила. И получается, смотрите, вот те, которые развиты уже, они же, ну, потеряли бдительность. Они уже такие, типа, ну, все получилось и отдыхают. У этих тупо нету ни ресурса, ни хуя, чтобы прыгнуть. Вот у развивающихся, грубо говоря, стран, есть силы после кризиса стать развитыми. Вот, ну, надо что делать, нахуй. Блядь, у нас не получается развиться после кризиса, потому что у нас кризис, это инструмент, который, блядь, просто отвлечь внимание, нахуй. Потому что большинство этих лицов, это искусственно вызвано, вся война. Как и, блядь, ебучий кто он, блядь, этот квадрокоптер, как-то все проверяют. Навальный. Навальный. Тоже, блядь, искусственно вызванная конкуренция. Вся не искусственно вызванная, блядь, конкуренция, блядь, убитая. А вообще, вот, то же самое, искусственно вызванная, блядь, кризисы, блядь, коронавирусы, нахуй. Если бы он реально, блядь, существовал, блядь, все бы сделали для того, чтобы он, блядь, искоренился. Потому что, не дай бог, кто-то, блядь, из вышестоящих этим заболеет, хуйка там. Нет, нахуй. Мы, посмотрите, мы, блядь, с ним боремся. Мы сюда бабки вкладываем. Мы о вас заботимся. Ну, какая, блядь, машина. Мы, блядь, с вами с вами. Да, их, вот эти все, все, которые в правительстве богаты, их уже нету здесь. Они там, где надо. Ну, блядь, прикол. Это двойники их. Прикол, видели, прикол, короче. Остались. Типа, Госдума ушла на карантин. Они у них, типа, по видеосвязи дают. Ну, потому что они старые передунные все половину. Ага, да, все ровесники. Потому что через скайп всегда. Ну, типа, да, по видеосвязи реально, типа, у них такая хуйня. И в это время в Москве единороссы какие-то московские собирают человек 100 пенсионеров для какой-то, типа, поздравления какого-то. Ну, блядь, 100 человек пенсионеров, это больше, чем 50, во-первых. Ну, там, фотки, ну, больше, чем 50. Это хуя было. Старые все. Кого выкашивают, в первую очередь, в этой феде? Старые. Ну, ебанутые. Вот возьми даже, допустим... А просто они тупые. У вас, блядь, голосование, это ваша целевая аудитория, которая скажет, блядь, поправки в Конституции, это за нефальность. Вы сами их убиваете. Возможно, есть и адекватный, типа, постул к этому. Допустим, есть у нас какое-то мировое тайное правительство, допустим, рептилоиды, да, которые, типа, следят за развитием планеты. Не то, что там, ребята говорят, блядь, перенаселение. Да хуя ресурсов не хватит, блядь, нам там, потому что мы планируем, что это, блядь, еще, планета еще сто лет-то поживет. Не хватит до сто лет еще ресурсов, поэтому давайте какую-нибудь хуйню придумаем, но не будем убивать всех. Убьем только старых, для того, чтобы... Ну, это, блядь, очень плохая. Ну, а ты же рептилоиды, нет? Да, нет, рептилоиды. У тебя глаза на рептилоиды похожи. Ох, она есть. Да, ты похож, да? Да, да, сука. Короче. Вот мы тебя раскусили, блядь. Хвост, блядь, оторви. Я еще думал, что вырастет, блядь. Вот посмотрите, у него вот здесь, короче, у гимнастов. Область чешуи. Короче, потом орни. Нет, там вопрос. Вторым веком. Короче, вот они искоренят, типа, всех... Старых. Постарых, для того, чтобы... Типа, вот эти хотя бы что-то, блядь, новое бы создали. Может быть, такая хуйня. Но, блядь, как показывает практика, нахуй старых искореняют, блядь, тупостью, блядь, не знаю. Да, блядь, Федя, вот я, короче, привык на все смотреть очень скептически, типа, все против, типа, если не напихивают, я 15 тысяч раз, типа, подумаю, там, туда-сюда. Ну, сто, дохуя аргументов против. Очень много. Во-первых, почему раньше, которые эпидемии были, которые реально выкашивали людей? Хотя я начну об этом задумываться. Эбола. Эбола, свиной грипп, блядь, сибирская язва, вся хуйня. Я сейчас тоже понимаю, что это, возможно, там, да... Чума. Чума, ебать, сколько, дохуя там. Но не закрывали на карантин. Не закрывали на карантин. Когда чума бывает, не знаю. Ну, грипп, реально больше людей заражаются. Во-первых, я хочу знать, кто придумывает название вирусом. Нет, этот, типа, коронавирус, это не сейчас, который, вон, именно вот этот вирус называется, коронавирус. А, типа, в целом, такие вирусы, а не коронавирус. Да, научное название, типа, вид, да. А так, вообще, это COVID, типа, C-Low, вид, 19. Ладно, хуйня. Эбола тоже, да? Эбола, кстати, придумал, наверное, какой-то перевод, значит. Надо загуглить. Да, да. Ну, типа, смотрите, то же самое Эбола, откуда она шла, типа, с... С Африки. С Африки. И тут, ебать, другая точка мира, Китай. Следующее, что будет из России, метановирус. С Сибирской язвы было. С Сибирской язвы. Все, от нас уже было. От нас было. С Европы что-то должно быть. Это СИФа. С Европы, чума была в Европе. Чума была. Оспа там тоже была. От Америки ожирение. А, Макдональдс, да. Оно уже распространяется. Не, ну просто... Все, секреты. Получается, это последний. Это последний, да, заедет. А с какого континента они пришли, не приходили? С Австралии. Ну, очень много, пацаны. Очень много от животных идет вирусов. Очень много. От того, что гниют они там туда-сюда. Что пачками убивают людей. Вот витамин С, типа, почему полезен, типа, лимончики. Не потому, что там витамин С, пацаны. Не потому, что он защелачивает ебучий наш организм. В щелочной среде доказано, нахуй, доказанными, блядь, научно, что в щелочной среде даже вич не едят. Ну, в смысле, ты можешь заразиться, но можешь жить, он блокируется, он не распространяется, да, что он не ебошит весь свой организм. Рак. Так же, щелочная среда. Вот, кушайте, блядь, овощи, кушайте, ребята, ёб вашу мать. Нахуй вы ебошите животных, которые гниют, все вот это потом собирается, так-так, вот я, нахуй, вирусы выходят, блядь. Атмосфера загрязена, нам пизда, но и все равно, блядь, блядь. Ну, изначально, блядь, они от чего-то, блядь, заболели? От того, что мы их трахаем. Да, не ебись свиней. Они могут жить с этим, типа, на бортере. Почему крысы собирают, блядь, всю гадость? Потому что они питаются мусором и живут в месте, куда все стекается, сливается от нас же. Да, блядь, блядь. Крысы, голуби и летучие мыши, да, типа, разночные. Точно, я понял тебя. Ты хоть раз видел маленькую крысу, маленького голубя и маленькую летучую мышу? Нихуя. Блядь. Прикинь, ебать. А я подумал, ты это, ты, я подумал, знаешь, что? Блядь, никто не видел, я тебе отвечаю. Бля, бля, сейчас голова лопнет, блядь. Я просто вспомнил, типа, про голубей, сейчас подумал, маленькую летучую мышу и эту. Ну, никто не видел. Никто не видел маленькую. Они там сидятся над понятянинами, типа, что, давай. Они, короче, играют в суефа. Все, я полетел. Да, кто проебал, типа, там голубь с крылом, летучая мышка ногой и крыса такая. Играют в суефа, кто проебал, типа, сейчас ты запускаешь хоть-нибудь. Блядь, что сделать, что сделать. Давай твоего деда съест какой-нибудь китаец и все, пиздано, что все такое. Изи. Тем более, блядь, у нас пещера, нахуй, там, кто и все же, дед заебал. Я подумал это. И другой, да. Интересный этот, да, сценарий для, допустим, этой серии для «Довинчи тайной». «Довинчи» смотрели? Да. Ну, грубо говоря, «Довинчи» писали. Можно спросить, но тоже можно. Вот он все, типа, изобретал, там, туда-сюда, и вот какая-нибудь хуйня, типа, там, болезнь какая-то случилась, короче, все, все заболели, и надо вылечить. Изобрели и вакцину, вот, надо разнести эту хуйню, и «Довинчи» придумывает так, чтобы, короче, с помощью голубей и крыс это все разнести по миру, прикиньте. Ну, просто их выращивают для этого, то есть они растут, заражаются. Да, он заражает, получается, их хорошей хуйней, и распускает, грубо говоря, и спасает мир, вот такое. Нихуе себе, такого не будет. А вот, пожалуйста, я если что, придумал. А вы знаете, что еще, это просто факт, что крысы обладают гипнозом. Ну, типа, у них в природе заложено, так что, хотя, может, уже, блять, как оказалось, не в природе, что, короче, их самозащита внушает страх другому человеку. Типа, чтобы на них не напали. Охуенно. Да, конечно, блять, натуре жуткие, они как-то вверху не меняют, блять. Я от крыс вообще отменьшуюсь, я даже змеи не так отменьшуюсь, вот крысы. Я в Таре был, помню, короче, иду что-то, в Бангкот иду, там в рыночек такой что-то, иду, иду, и мимо мусора, думаю, да, я не буду переходить дорогу. И просто пойду, прохожу и слушаю, тш-ш-ш, и там на мусорном пакете их просто штук 300, не знаю. А вот, макисей, я уже плыгнулся со своей эхимов и такое дудочку на сверпу даю. Блин, это не змеи же! Их вообще очень много. Не, если ты такая крысоловка. Да, с дудочкой играл. И сказки. А, ну, наверное. Думал, из игрушек ваших, из мультиков. Знаете чё, знаете чё, я подумал. Короче, ладно, отставим всё про это, блядь. Потому что у меня жутко стало, по маленьких крысах, что их нет. Про то, что переписывают историю. Сказки Андерсона. Ну, вообще, все сказки, братья Грим в оригинале вообще жутко же читаются. Есть типа оригинальная. Вот там, в принципе, датский язык я ебу. Короче, блядь, про Золушку была хуйня. Про то, что как мачеха заставляла туфли надевать своих дочерей. Одной она отрезала пол ступни. И, короче, принц понял, что, блядь, это не Золушка, потому что есть туфли кровища и пошёл. Такая хуйня. Там ещё таких можно отсылать. Поэтому те люди всё так пересобируют удобно, блядь. Для себя. И, в первую очередь, для тех, кто это будет читать. Русские народные сказки, типа русские народные. Есть теория такая, что в Советском Союзе переписывали. О том, что наша экономика растёт. Нет, нет. Короче. Может, наша экономика не растёт, потому что тут холодно тупо. Да. Сказки, короче. Типа... А в крему сейчас расскажу вам. Сказки. Советский Союз. Есть теория, что все сказки переписывали. Емеля, там, Волк, вся хуйня. Во всех сказках, типа, ложись, Ваня, я за тебя всё сделаю. По щучьему велению. Насыпаешься. Типа щука. Всё за тебя кто-то должен делать. Не ты. Интересно же. Прикольно. И у нас, типа, выросло поколение людей. Наши родители, бабушки, девушки. Всегда власть. Сталин, хуялин, все вот эти. Они всегда на них надеялись. Или что, Ненко? Хуялин? Андропов. А, Сталин? Хуялин. Да. Бухарин всё будет. Бухарин. Ну, прикольная тема, что люди верят в сказки, верят во всех. Это на самом деле сказки, вот раньше, вот так, допустим, мы сказали, мне один завкафедр, ну, завкафедр, я ему рассказывал, он в прошлом, был первый помощник Ельцина. Очень умный чувак. Пиздец. И, короче, он пересказал мне примерно смысл пушкинского стиховения «Руслан и Людмила». От слова «Русь»… Поэма. Поэма, поэма, я прошу прощения. И Людмила, как, типа, на Руси людям живётся. И, типа, рассказывал, у Лукомори, то есть у Лукомори есть, ну, раньше, это территория по-другому, типа, Лукомори. Беломорье, это на котором… Блокойл. На котором мы живём, там, Черноморье, это, соответственно, морская, Лукоморье, ну, тоже, короче, надо почитать точность. Дуб, зелёная символизация, типа, государство. Золотая цепь на Дубе Тома. Это, короче… Каз. Бюджет. Бюджет. Инвестиции, вообще, типа, казна. Казна. Бюджет. И код, собственно говоря, это олицетворение власти и политики. Идёт налево песен заводят, это для каких-то, допустим, других государств. Других государств. Типа, блядь, песен. Там, вообще, сотрудничество. Налево сказки, говорит, для народа. Ну, направо, типа, песни заводят, это туда, типа, ой, какие вы молодцы, соседи. Налево, типа… Направо, это запад? Да. Назад. Песни. Налево сказки, ну, людям, типа… Да, другую сторону. Вот такую… Ну, метафорично всё. А у нас в Толкуле думают, ебать, что за код, блядь. Да, да, да. Ну, типа, я не за жизнью меня задумал. Вообще, в жизни. Блядь, ну, вот, басни Крылова. Басни Крылова. Басни Крылова. Басни Крылова прочитай. Ну, всё, вообще, блядь. Детям, да, прочитать басни Крылова, нахуй, они поймут, что в жизни надо как делать, как поступать, с кем общаться, с кем не общаться, блядь, как всё делать. Люди же не просто так писали, их же не то, а Пушкин же, это вообще, его же, он и у царей, там, блядь, был на счету, там, блядь, не вспомнишься, у кого он, типа, какая-то государственная хуйня, там была проблема экономическая. Пушкин приходил к нему, там, они три часа пиздели, и после этого какую-то реформу тоже приняли, то, что он, ну, Пушкин, не просто так его, мне кажется, восхваляют по сей день. Типа, он не просто так ещё поэт был, то есть, отталкивался от тоже Руслана Людмила поэму, это, блядь, охуеть вообще. Я тут недавно прослушал, так сказать, Библию, и Библия в оконцове, там, в последних главах своих, и что-то, как-то, это книга о геополитике. Там просто рассказывается, как делился Израиль, что там происходило, и так далее. То есть, просто, блядь, я, короче... Просто взяли и написали. Просто взяли и написали, да. И сейчас люди читают Библию, и в конце ещё написано, ну, Палестина, это, все-таки, Израиль тоже. Ну, какого хуя про Россию не особо, типа, понятно, что было, вот с Рождества Христова, грубо говоря, до крещения Руси, не совсем понятно. понятно, только Киевская Русь, там, туда-сюда. Есть же тема про Тартарию, слышали? Много. Ну, Тартария, типа, на территории западно-сибирской равнины, типа, или что это у нас, равнины же, да. Ну, типа, здесь, было какое-то супер-государство, какие-то люди, типа, высший разум был, короче. И, типа, так, ну, много про Тартарию залитнуть, залитните тоже. Интересный пиздец. Я его смотрел, вообще супер-классно. Короче, что, как, бомбардировка какая-то была, типа, там, тут метеорит, якобы, Тунгусский, еще какая-то хуйня, короче. Очень много, типа, каких-то крепостей в то время тартарцами было сделано, какие-то в форме звезд, типа, в мире тоже. Из колонны, вот эти здания, в Гвозде по всему миру есть какие-то вещи, колонны, ну, типа, здания одинаковые, типа, как Капитолий, только еще старше. Вот. И были, типа, тартарцы, которые умные были пиздец, типа. Вот, типа, это. А потом начали их щемить, вот, типа, Русь, хуюсь, вот эти, блядь, древляне, блядь, хуеплеты всякие. Потом, типа, ну, нет их истории, нет про хантов, про майси, кто здесь живет. Короче, а здесь же, блядь, охуенно, шаманизм, вот эта вся хуйня, высший раз. Здесь люди просто живут, но они знают, что надо делать, чтобы, блядь, в какой-то момент, она развивается, да, супер охуевший, стейканье пиздец. И потом разрушается. Да. То есть, до рождения христажа тоже все было, типа, как-то. Как? Ну, типа, просто шло, шло же время исчисления. Да. А потом, бах, все, и заново, вот, считаем. Терешкова там и пробыла. Почему, интересно, да? Обнулили. Обнулили, да. Нихуя, да, интересно. Да. Нахуй, вот, вообще, типа, что за прикол, наша эра, не наша эра. Ну, вот я тебе говорю, цивилизация развивается до какого-то. Он говорит, нихуя, мне слишком охуенно. Давайте-ка, фидоса запустим, короче, в них, все, пусть они опять отупеют, нахуй, будут опять верить в Перуна. Старого Перуна, блядь. Мы уже, сука, заебали 20 лет, блядь, старого Перуна, блядь. Нихуя интересно сегодня поговорили. Тема много. Да, вот задумайтесь про маленьких голубей, крыс или кучих мушек. И помните, что можно весь мир спасти с помощью них. Да, и не верьте в сны про медведя. Верьте надо. Верьте. Если вам верьте про медведя, то... Вот тогда не выходите из дома. Попросите кого-то... Ну либо дома пизды получите. Знакомых кого-то попросите, блядь, еще ими мне раз, чтобы сон, типа, сбылся. Ну, вообще, как общаться с женщиной? Как общаться с женщиной? Ну, короче, у меня последнее время проблемы с этим. Чего же? Ну, вот, как-то, вот, после отношения, как-то, вот, обесценилось у меня, типа, вот, я расстался, у меня обесценилось, типа, общение с женщиной. В плане чего? Ну, прям, похуй, типа, становится иной раз. Ну, у нас хочется иной раз приятного апрельса. Ну, да, иногда просто такой... Ну, это, значит, не твой человек просто. У каждого есть стопудово какие-то люди, которые, блядь, а то две это сильно крупные. Ну, в смысле, крупные, в плане. Девчонки такие, они... Ну, я вот тоже, как-то, блядь, после развода, как-то, мне, ну, один раз съёкнуло в прошлом. Ну, а чё-то... Ну, общаешься прикольно. С кем-то прикольно общаться, с кем-то не очень прикольно. Но я кайфую, ебать, сейчас от внимания женского. Короче, я считаю, что... Мне пиздец, в основном, я прям, как щегол, блядь, как пятилетний, или пятиклассник. Я, чё, он пишет, что-то, я вообще такой... Блин, а прям влюбился, как у меня, мне надо, вот, я последний раз влюбился, ну, прям, как влюбился в лагере, в детстве, и это говорит... Короче, нам в жизни даётся несколько раз, прям, охуенно влюбился. Почему так получается? Потому что мы, на протяжении всего времени, типа, постоянно человека видим рядом. И, типа, и условия ещё. Допустим, у тебя со школы, да? Леркой? Да. С универа, вот здесь. С универа. В одногруппнике, да? Нет. А старше? А, ну, в любом случае, типа, было одно помещение какое-то. Ну, наверное, да. У тебя, да, тоже с лагеря пошло? Да. Ну, у меня с лагеря пошло. Ну, соответственно, типа, какая-то одна среда обитания должна быть. Всё равно какой-то. И... Ну, вот надо, получается, выбирать ту локацию, где обитают. Да. На работе люди выбираются, да. В школах, в университетах. Бля, это прикольная теория, что, типа, ну, часто не получаются браки, там, туда-сюда, потому что вы в тот момент не выбрали, ну, грубо говоря, оказались не в том месте, типа, долго, грубо говоря. Да. Да, да. Да, типа, вы, например, на работе познакомились с женой, да, начали там постоянно тусоваться, тоси-боси, типа, с девушкой познакомились, всё, поженились, но по факту вы должны были не там быть. Ну, вообще, типа, идёт всё так, как надо, но, типа, вы неправильно в какой-то момент поступили и оказались там, грубо говоря. Построили? Да, спешили там, может быть, вы в тот момент не там оказались, и всё, и человек как-то свела. Но всё равно, видишь, судьба. Это опыт. Всегда опыт надо выносить. Самое главное из отношений надо выносить опыт. Короче, у меня батя охуенно такую фразу сказал, ну, вот, Мирас, почему он про батю, потому что мы вдвоём с ним был в Вьетнаме, вот, там пиздели до хуя вообще, то есть, бля, пацаны, как можно чаще, ну, придёт такой момент, прям, пообщаетесь плотно с батей. С твоим? С твоим? Ну, с моим, наверное. Это для тех, у кого... У кого батя у меня. У кого батя съебался. Вот, короче, он мне сказал, они десять лет назад где-то расписались, ой, расписались, блядь, помолвка была. У родителей? У родителей, да. В церкви. И вот он говорит, что, типа, нас с матерью связала, типа, и чёрт, и бог. Короче, потому что они, знаешь, как батя моим предложением сделал, короче, они встречались, батю жёстко, короче, отпиздили. Медведя снили. Медведя нахуй снили, солёно. Короче, его отпиздили жёстко, и все дома на него ругались, типа, вот и долбоёб напился, поэтому его плотно отпиздили, вообще рассказывали. А она пришла, типа, лак, и смотрела на него, типа, вот, такой, блядь, блядь, блядь. Ну, типа, пьянка, да? Чёрт. Вот, типа, пиздель тоже, обчёртая, типа, и потом ещё по-моему, и бог у чёрта, вот, надо, чтобы связался. Ну, это в таком супер-сакральном смысле, но это говорит о том, что нужно, типа, вместе переживать и хуёвые моменты, и уметь, блядь, переживать и хорошие, потому что хорошие в последнее время, вообще, ну, вообще, я бы думал, рассматриваются как обычные. Угу. То есть никогда они не запоминают хорошее в то, что прошло, оно, типа, как-то перемалывается, типа, хорошее, ну, какие-то, реально охуенное время, которое мы с тобой прожили, оно как-то начинает перетираться в какую-то, блядь, обыденную, хотя это не обыденно, это тоже надо сказать. Так вот ты говорил просто, как вас собак воспитывают, да, там, допустим? Ну, не только ругать, но их вообще ругать нельзя. Ну, типа, только через хорошее. За косяки, там, ты же себя, ну, нельзя, это плохо. За косяки надо не обращать внимание на это. Не обращать внимание на косяки? Да, если ты у ребёнка или ещё у кого-то, у собаки, например, если ты ругаешь, он видит, что, во-первых, агрессия чувствует, что собаки же на энергетическом уровне интонации чувствуют, а если ты с добрым, значит, он понимает, что, оп, вот это я хочу, вот так хочу делать. Я сейчас вообще подумал, что, типа, любовь, это, говорят, чувство же, типа, сердце надо головой. Единственное, что только на головой, если вы будете подходить к любви, типа, к чувствам с головой, всё будет заебись. Если вы будете, типа, головой чётко понимать, что если я буду говорить, например, своей девушке, постоянно делать какие-то приятности, делать хорошие вещи, говорить, потому что она красивая, она будет цвести. И если девушка свою будет понимать, что если она не будет обращать внимание на говно, типа, мужчины своего, то он тоже будет цвести. У вас охуенное настроение, и никого не хочется ебать на стороне, у вас всё классно, всё прикольно. И будет чётко, почему бабушки, дедушки говорят, типа, ну, как вы столько лет прожили? Это не из-за великих чувств. Из-за того, что они просто понимали, что надо делать. Охуенная фраза я тоже прочитал. Идеальные отношения, без этого слова отношения, идеальные отношения, это, типа, нет идеальных, типа, пар, есть, когда, типа, женщина не обращает внимание на мужские глупости, а мужчина прощает женские слабости. Ну да. Как-то такое. Ну вот, бля, книжка, реально, вот, всё, что надо делать в жизни, вот, прочитайте книжку, и всё понятно, как себя воспитать, как в отношении... Не рычите на собаку. Да, не рычите на собаку. Меньбельсон у них. Пиздец, полезную информацию сегодня дали вам вообще бесплатно. Да, ебать, мы на ту и боже... Ни на какие вебинары ходить не надо. Всё, пизда, миллион просмотров будет. Вот. Девчонки, хвалите пацанов своих, пожалуйста. Да, пиздец, когда похвали, бля, похвали. Я вообще, бля, ссу прям, ссу прям. Бля, я хуй его знаю, я вот всегда, этот, типа, удивлялся, короче, всегда получается. Я ещё в школе был, типа, ну и пацаны старше, как говорят, там, на класса три. И... А, ну, у них уже машины, получается, были ходят. Может, они уже в универе были. И что-то мы сидим, и я вот так слушаю их, и они вот так вот, бля, про девок что-то говорят. Бля, вот. А я думал, типа, бля, сейчас поедем, там, куда-нибудь, там, что-нибудь, бля, куда-нибудь залезем, бля. Думал, типа, с ними сейчас. А, всё, заебись, на тачке поморосим, думал. И всё, и мы сели в тачку, нахуй. И они протёл их труд. И я такой... И, бля, пиздец, там проблема изотёк. Ну, типа, бля, и я, короче, вот, типа, к ней пошёл. Она узнала, что я там с этой, типа, блядь, а я не знал. Я вот так сижу уже на заднем, говорю, бля, пацаны, в натуре это вот, ну, типа, из-за девок, вот так вот. Угу. Да, чё, типа, интересно же. Я говорю, бля, нихуя неинтересно. Пойдёмте, я, ху, узнаем. Забор сломаем, бля. Забор сломаем, и чтобы девчонки могли проходить, типа, не перелазить через забор. Надо было мне это. Ну, блин, я сейчас думаю, что, вот, идеальной семье должно, типа, получиться от того, когда, типа, кайфово вместе. Ну, типа, как бы это банально не звучало, кайфово просто проводить время вместе. Угу. Дома, в магазин, и так далее. Не делать это, как, блядь, условность, типа, у меня есть, блядь, девушка, и там жена, и надо с ней, блядь, как-то чё ты поговоришь. Просто, типа, как тем, как друг. Да, самое главное. Друг, когда, блядь, друг может нормально тебе сказать, блядь, ты тоже где-нибудь друг ругаешь, скажешь, блядь, взял так, взял так. Ну, подсказывать, помогать друг другу надо, в первую очередь, блядь. Вам, ебать, жить, вам детей расти, нахуй. Конечно. Если вы будете друг другу голову ебать, да нахуй-то все надо, блядь. Конечно, блядь. Сто процентов не надо, блядь. Да друг, он уебанец, блядь. Но друг, он, блядь, не встретит, а он, блядь. Он, блядь, будет сидеть, залипать, блядь. Не-не-не, это не в этом плане, в плане того, что, блядь, друг тоже сказал. Да и не надо, сам похавый, блядь, ебал. В плане понимания, блядь, если у тебя что-то хуёло, что стало там? Все нормально, ты что гонишь, что, блядь? А некоторые женщины же, блядь, ну, пилить. Как только начинаются пильки в этих отношениях, все нахуй бросает. Просто так, многие еще девушки так подразумевают, что, типа, я женщина, ты, блядь, мужчина. Но многие забывают, что мы оба с тобой люди, да? Как бы, и переживания у тех и у других есть. Да. Почему вот наши мужики помирают? Потому что все, блядь, в себе держат, блядь. И бухают. Работают, ну да, бухают, да. Просто все в себе держат, блядь, потому что, блядь, мужик должен, блядь. Ну, понятно, что сильно должен быть. Да. Многие девушки думают, что их переживания гораздо, блядь, нахуй важнее, чем, блядь, мужские. Мужские, так, блядь, что, блядь, за переживания. Вот. Из-за этого мы просто забываем, что опыта люди, на самом-то деле, одинаковые, по сути, по психическому, там, психологическому состоянию. И всем бывает хуё, всем бывает в хуёвой такой форме. Но большинство я вообще никому не ссулю сейчас с собой, если девочки будут, знаете, это я не такая. Нет, возможно, говорю, что есть девочки, которые, ну, сейчас поймут, прошлое было. Мне прикалывает тема такая, как, как сказать, интерпретирует фразу, за успеха мужчины всегда, типа, стоит женщина. Ну, чтобы был мужчина успешный, мне надо говорить, пиздой, работайте, хребе-ребе, смотри, да, надо его вдохновлять. Очаг, мы уже опять вернемся к этому, блядь, девчонки. Очаг, нахуй. Это не то, что вы, блядь, пахавы приготовили. Да мне похуй, я сам поглажу. Ну, практика показывает, нахуя мужику женщина. Ничто бы готовил. Что, готовить не умеете? Я тоже. Погладить рубашку не сможете? Я не буду. Я даже подрочить смогу сам. Понимаете? Одно душе – тяжело. Вот и все. Не расслабиться мне. Без женщины. Опять же, цитирую Дашу Ричо, она была, ну, есть у нас еще нулевой выпуск, который мы когда-нибудь выпустим обязательно. Да, выпуск. Цитирую Дашу Ричо, короче, она говорила, что любое время первовождения мужчины и женщины должно превращаться в мини-отпуток. Вот, как бы я, может быть, сейчас это будет сексизм, что это, типа, мужчина. Ну, по сути, ну, это, ну, женщин так и должно быть. Ты пришел домой, и должен дом, ну, типа… Крепость. Крепость. Ну, типа, ты должен быть защищенный, тебе должно быть кайфно. Везде заебали, там, там. Ну, тут долбоебов уже много на улице. Но это, это что говорит уже о сожитии вместе? А что, вот, в начале, в самых отношениях, типа, вы сами когда зарождаются, типа, какие-то прикольные моменты, надо вообще, я думаю, вообще ни о чем пока не думать. Потому что большинство всего рушится из-за того, что не оправдываются ожидания твои, которые ты придумал. как думаешь? Ожидание вообще плохой вещь. Да, 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 плохую вещь. Плохую вещь ожидать. Нельзя… Попробуйте обняться с девчонкой, пацаны, попробуйте просто обняться с девчонкой. Ну, тебе это что, просто… Ну, если первый раз, ну, типа, с незнакомой, типа, если тебе сразу приятно обняться, да, стопудово. Ну, или человек просто, типа, твой, ну, не обязательно отношения. Не обязательно с девчонкой. Если не очень, типа, обнимают, ну, хуй знает. Я вот это понял давно Мне с некоторыми девчонками Типло, пиздец, кайф А ты такой Ебать, классно А иногда просто тело обнял И все Похуй, как она выглядит Какой-то друг Аура там Запускаем Сереге даем, глаза закрываем Он такой Ох, охуенно Открывает Отвечаю, я пойму Стопудово пойму Даже с закрытыми глазами Вот пять девчонок приведите По-братски Подожди, сейчас Это стопроцентная тема Если твой человек Тебе приятно с ним Щупать, трогать его Туда-сюда Любовь, это когда есть О чем помолчать Это правда, нахуй Это просто приятно Помолчать реально Ну просто идешь Это же не то, что ты, блядь, молчишь И просто молчишь Это о том, что Вы как-то на другом уровне Себя чувствуете Друг другу комфортно Не только на пиздеже Не на пиздеже, а на словах То есть на общении Понимают друг друга Понимают друг друга И без слов Такое Прикольно Но это опять же Знакомство Все же знакомятся Сейчас в интернете В основном Пиздец Давайте попробуем Познакомиться с кем-то На улице, блядь Я иногда вообще боюсь Ну типа не боюсь А вообще Самое эффективное Знакомиться вживую Где-то с незнакомым человеком Сразу поверишь Во-первых Ты типа Проявил Какое-то такое Не знаю Какую-то вещь Такую Чтобы познакомиться Прямо подошел Потому что в наше время Это дикость Все пишут друг друга Потом собственно говоря Переписки Ожидания Затягиваются Да Затягиваются А тут ты сразу Вживую человеку Выделил Слышал Ба Надо с кем-то Познакомиться Это надо Ходить куда-то Ну да А куда? Федор Куда ходить-то? Нет Куда ходить? Даже не из-за Федорова Куда ходить? Ну смотри Опять же возвращаясь То что мы говорили Любая локация Про одну какую-то Локацию Да Концерт твой Твоего любимого Артиста Ну то есть Ты пришел на концерт Соответственно У тебя уже с этим человеком Уже какие-то есть Интересы Интересы Концерт Нормальный вариант Но это все равно Это типа ты ищешь Но это же судьба Должна Ну понятно Я не говорю про то что Судьба это понятно Но мы же с вами Недавно говорили Про школу Про одну локацию Про какую-то Дело Собедняет одно Что-то общее Ну да Концерт хороший А что еще? Ну вот вы где С Леркой познакомились? Как вы? Помнишь момент Знакомства? Универе? А? Универе как-то? Блядь Прям познакомились? Лерка Рома Не помню Как вы познакомились В смысле Я не знакомился Я так ее видел Сразу же Грубо говоря И все И потом Как-то так Получилось Что познакомились Сейчас еще Короче Девчонки Стали Блядь Приглашать На свидание Да Вообще Я тут Блядь Нихуй я себе Да И это как-то Сразу Ну Не всегда Не знаю Это прикольно Блядь Но у меня Сразу Какое-то Мое Мужское Отпало Сразу же Типа Вот я Переписывался С девчонкой Мы познакомились С ней Просто в тиндере Лайк Она говорит Пошли в телегу Пошли в телегу Телег Написался Но Голос 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 Смотри Если Ладно Не буду Короче Я мне сразу Написал Что делаешь Что делаешь Вечером Завтра Погнали В театр Я так Я говорю Да можно Можно И потом Думаю Блядь А если А потом Ты мне на лицо Сядешь А если Она скажет Тебе Позови меня На свидание Согласись Это кайф Да Охуед Да Да Лиштяк Пригласи меня На свидание Базар Да Сто Поздаю Я вообще Умер Умер Сразу же Что финал Давай Да Да Что Короче Не бойтесь Федоса Встречайтесь Чаще Да Ребята Федос Это все Пиздеж Коронавирус Блядь Ходите гулять На улице Блядь Вирус Нихуя Сейчас Тару Меньше Как раз Конечно Ходите Дышите Свежим воздухом Тачек Меньше Блядь Все Ходи Ходи